Перед началом голосования, где-то без 5-8, председатель, поздравив всем с праздником, сказала, что приступают к опечатыванию урн для голосования. Приступили, пригласили просмотреть большую урну, достала мешок, ну, все пусто, все хорошо. Вот, ну, все, вот, эту урну можете опечатывать, а вы все идите к урнам для переносного голосования и поставила их, ну, в противоположной стороне, на столы, где стоят члены избирательной комиссии. Ну, все наблюдатели пошли в ту сторону, я чисто интуитивно посмотрела, думаю, а почему около этой урны 3 человека? Член комиссии, который запечатывает, еще женщина стоит камень спиной, еще кто-то, не помню. Вот, я еще раз зашла и вижу, женщина, стоящая со мной камень спиной, такой в белом платке, пытается засунуть в урну бюллетене. Для меня это в первый раз в жизни, я была немножко даже в шоке. Я у них выхватываю крючок, коммунисты, справедливая Россия здесь есть, наблюдатели. Женщины бегут камень, да, вот мы у нас, говорю, вброс, пауза такая, как в ревизоре, все, я их прячу, и пока, говорю, мои не приедут, я здесь, говорю, ляжу ко сне, буду орать, и все. Все, я звонила своему председателю нашей партии, я говорю, у меня здесь вброс, большой, достаточно, срочно приезжайте. Приехав, пересчитая бюллетени, оказалось 80 штук. За кого галочки стояли? За Единую Россию, за Федорова. Они, бюллетени были уже спарены все, по два, потому что мы так вот пришлось нам их рассортировать, считать. Вот, и, значит, я их отдала председателю, и стала писать жалобу, потому что это уже в милицию, на сброс. Вижу, какая-то сутолка сзади меня завязалась, какие-то молодые люди, в общем, затеяли драку, гляжу, бросаются, один бросается к Владимиру, и слышу, там, болот, береги тебя, хотят там отнять бюллетени. Хотят, значит, у него отнять эти бюллетени. И я просто другой, вот потом я уже выяснила, кандидат молодцов, другой молодой человек, с ним вот там вот валяется уже около кабины, то есть схватка уже такая рукопашная. Ну, я бросаюсь на Владимирович вот так спиной, на труде, ну, вы же, ну, извините меня, им охренели матом, что ли, отойдите, ну, как-то руками только себя. И вот он меня схватил за руку. Ну, милиция, милиция, никто, вот, знаете, уже до поясники подошли, стоят в милиции, смотрят на нашу, как нас вот здесь разнимают. Ну, и все, я потом уже дописав жалобу, гляжу, у меня палец опал. Пойдите, что с моим пальцем-то? Я говорю, слушайте, а мне, наверное, палец сломали. Мы стали вызывать скорую, и оказалось, действительно, перелом со смещением мизинца правой руки. Председатель комиссии, я считаю, опять продолжает нарушать вот те пункты, какие есть в законе. Пришла участковая избирательная комиссия за голосование на дом, сделайте акт о том, сколько, когда я вернулась, когда ушла эта урна, когда она пришла, сколько мне бюллетеней. Пускай эта урна хоть несколько раз ходит, председатель отказывается это делать. Эту же урну она опять отправила. Акта никакого не составила. Жалобу, говорю, принимите в двух экземплярах. Нет, в двух экземплярах мы не имеем права принимать, мы примем в одном. Причем это говорит, главное, я не знаю, только с городой. Он говорит, вы не просто пишите заявку, ну как-то любую жалобу пишут в двух экземплярах, правильно? Что одна остается у меня копия. Вот они мне отказывались принять эту жалобу мою. Я написала, они мне, вот видите, она начала писать, он говорит, ты же зачем ты ее принимаешь? Вот я пишу, что за нарушение пункта 17 ст. 66 председатель отказывается написать акт о проведенном голосовании на дому сразу после возвращения первой и второй группы. Я уже даже и не знаю, как это делать. Это модифицировано как нарушение. Нет, я не в курсе. То есть официально сейчас есть представители избирательной Тульской комиссии и не был признан, то есть как нарушение это не опознано. Что вы думаете по этому поводу? Ну я не знаю, понимаете, ну что здесь? Закон что-то вышло. Как я ничего не могу думать по этому поводу? Значит у нас нарушение-то идет уже не от этой камеры, здесь не даны такие указания. А как его? Я даже не знаю, мне нет слов. Надо уже к юристам, наверное, как они квалифицируют данное это действие. Если человека задержали, члена комиссии, не то что хоть посторонний пришел, вот эти ребята пришли бы и стали бы вбрасывать, их бы поймали. Они посторонние, это член комиссии. Значит, о чем это говорят? А где бюллетени они взяли? Они сейчас отказываются пересчитывать. А может они уже эти бюллетени донесли опять? Их как 80, они может на факт 8 часов, они будут все, может они действительно откроют, скажут, что это со стороны. Кому они их припишут, скажут, что это вообще не было? Видеокамер нету. Как я могу доказать? У меня только есть свидетели, которые с поливой России, ну я, люди есть люди, согласятся, они не согласятся. На тот момент они мне согласились подписать заявление. А что сейчас, какое будет на них оказано давление, я не знаю. Без 15,8, да, это было? Это было без 5,8. Вот да, ну где-то, знаете, может быть, без 8, вот в этот промежуток, но до 8 часов. То есть при опечатывании? При опечатывании урн, когда всех попросили от урна общей отойти к урнам для голосования на Домон. Идите, идите, смотрите, вот все ящики. Я обратила внимание, что там, говорю, три человека столпились. Я чисто говорю, что там делают? И вдруг, ну, шоковое состояние, ну как-то реакция, раз, я выхватила.